Приветствую всех на моем канале. Сегодня мы сделаем обзор на акварельно-художественные краски серии Нева. Это легендарный акварель постсоветского пространства. Качество красок соответствует ГОСТу 1975 года. Завод-изготовитель Ленинград. Набор красок Нева номер 4. Содержит в себе 12 тюбиков. Гарантийный срок хранения указан 1 год, но на срок годности это никак не влияет. Если соблюдены достаточные условия для хранения, то краски могут послужить вам еще очень долгое время. Сегодня мы это проверим. Я заранее расчерстила такую табличку, подписала название всех красок, которые я сейчас буду делать выкраску. Начнем с пигмента желтого. В данном наборе он представлен лимонный. Я буду брать краски сразу кистью из тюбика и буду делать такую растяжку от темного к светлому. Сначала я наношу насыщенный слой, потом водой немного размываю. Краска хорошо ложится на бумагу, имеет свойство плотного покрытия в насыщенных местах, а также хорошо просвечивает бумагу в разведенных водой местах. Следующая краска у нас охра желтая. Она относится к земляным краскам, обладает высокой прочностью, не изменяет оттенок цвета на свету и от времени. Поэтому на тюбике указаны три звездочки, обозначающие высокую светостойкость. Охра желтая хорошо набирается на кисть, обладает средними кроющими качествами. Цвет получается от коричневато-желтого, глинистого до светло-коричневого-желтоватого тона. Эта краска имеет максимальную интенсивность цвета, поэтому для получения более светлых тонов требуется достаточно большое количество жидкости. Если в насыщенном состоянии оно более приближено к темному желтому, то на светлых участках она приобретает некий зеленоватый оттенок. Следующая краска у нас оранжево-желтая. Имеет свойство средней светостойкости. Это довольно-таки насыщенная цветом краска, имеет хорошее кроющие качества, легко набирается на кисть, даже небольшое ее количество достаточно хорошо расходится на бумаге. В насыщенных участках имеет высокую плотность, но разбавляя водой, можно добиться хорошей прозрачности. Охар красный. Природный земляной железный пигмент. Смесь окися железа с глиной. Имеет цвет красновато-коричневый-светлый. Очень прочный и светостойкий пигмент. Накладывая насыщенный слой краски, можно наблюдать проявляющийся красновато-оранжевый пигмент. При добавлении большого количества воды, приобретает сдержанный цветовой тон. В тонких слоях дает желтовато-коричневый оттенок. Легко разносится по бумаге и хорошо смывается. Следующая краска красно-розовая или светло-алая. Имеет в основе красно-коричневые кристаллы. По цвету краска близка к раплаку красному-светлому. Отличается от него большей теплотой тона. При нанесении имеет насыщенный интенсивный цвет. Сохраняет хорошую прозрачность. При покрывании дает ровный окрас от темного к светло-розовому. Относится к категории малосветостойких красок. Его также можно охарактеризовать, как оттенок пурпурного, стремящегося к красному. Красно-коричневая. Интенсивная краска красно-коричневого цвета. Прозрачная, хорошо размывается на бумаге. В плотных слоях краска склонна к сгущениям. И может накапливаться в небольших участках в виде мелких частиц пигмента. В насыщенных местах имеет характерный розовый оттенок. При высыхании на светлых участках приобретает ровный коричневый тон. При смывании водой оставляет слабо окрашенный след. Ультрамарин. Синяя, глубокого тона краска. Относится к группе химических красок. Менее светостойкая к свету. Плохо растворяется в воде. При нанесении дают небольшой осадок. Неровно закрывают поверхность бумаги. Относится к группе непрозрачных красок. При высыхании можно наблюдать мелкие крупинки частиц пигмента. Несмотря на характерные ее особенности, эта краска обладает неплохой лессирующей способностью. Она прекрасно подходит для смешивания с краплаком, для получения фиолетового. Голубая краска. Имеет в составе пигмент голубой ФЦ. Интенсивная синяя краска холодного тона. При легком соприкосновении влажной кисти с разведенной краской, краска быстро набирается на кисть. На бумаге разносится равномерно. При нанесении насыщенных слоев следует соблюдать осторожность, так как даже небольшое количество краски позволяет достигнуть хороших результатов. Краска трудно смывается водой, но на каждом участке растяжки ложится ровным красочным слоем. Рассматривая зеленые оттенки, в моей коробке оказались два одинаковых зеленых цвета, обозначенные на этикетке желто-зеленой, состоящего из пигмента желтого светопрочного и зеленой ФЦ. Первый тюбик оказался слегка затвердевшим, поэтому я буду делать выкраску со вторым тюбиком. Зеленая. Очень насыщенная ярко-зеленая краска. Самая теплая из группы зеленых красок. Имеет высокую прозрачность. По бумаге разносится равномерно. Смывается с бумаги хорошо. На кисть краска набирается очень быстро. При размывании приобретает легкий оттенок охры. Следующая краска Умбра. Имеет цвет темно-коричневый, с зеленоватым, болотным оттенком. Относится к прочным, светостойким краскам. При нанесении напоминает консистенцию охры. При высыхании в насыщенных участках можно наблюдать мелкие частицы пигмента. При сильном увлажнении участка с краской пигмент хорошо растворяется и в результате получается ровный хороший тон холодного оттенка. Эта краска относится к натуральным земляным краскам. Полупрозрачная. Не изменяет оттенок цвета на свету и от времени. Нейтрально черная. Имеет высокую укрывистость. В составе указан краплак, лазурь железная и сажа. Имеет достаточную интенсивность и сохраняет прозрачность в светлых участках. Хорошо набирается на кисть, размывается. При нанесении на бумагу разносится хорошо. Также хорошо смывается с бумаги. При высыхании благородно демонстрирует фактуру бумаги. На этом абсурд красок готов. Несмотря на длительное хранение этих красок, они до сих пор сохраняют свои качества, обладают хорошими свойствами. В этом наборе достаточно хорошие, интенсивные по цвету краски. Они не тусклые и обладают хорошей прозрачностью. Благодарю вас за просмотр данного видео. Надеюсь, этот обзор будет полезен.